Всем привет, с вами Содерлинг, и как я вам уже говорил, вышло продолжение времени приключений под названием «Далёкие земли». Это три часовых спешла, которые, как могло показаться, просто рассказывают об обычном приключении жизни Бима до встречи с Финном и Джейком, о подношениях Марселиной Бубльгум и последнем приключении главных героев в загробном мире. Но так лишь на первый взгляд. Параллельно основным событиям, каждый из эпизодов в виде пасхалок и различных сокрытых на фоне деталей рассказывает нам предысторию вселенной времени приключений. Её будущее, а также раскрывает судьбу множества различных персонажей, часть истории которых некогда была покрыта пеленой тайн. Ну а сейчас подпишитесь на канал, чтобы не пропускать мои видео, у меня тут полно роликов о самых разных мультсериалах, здесь вам понравится. Говоря о малозаметных деталях, в первом спешле Бима из-за оливки попадает на дрипфующую космическую станцию. Но важно не это, важно то, почему он вообще в космосе и куда же он изначально летел. На Марсе, наверное, ничего такого страшного и не будет. Как мы видим, робот находится в ракете с логотипом корпорации МО. То есть создатель Бима сама лично отправил малыша на другую планету. И на то есть причины. Прежде чем Бима упадет на дрифт краем глаза, на заднем плане можно заметить Марс, куда и направлялся робот. И его внешний вид сильнейшим образом отличается от той планеты, в которую Марс преобразится уже через 10 лет. В своей песне Бима поет о том, как посадит на Марсе картошку. Все верно. В этот самый момент он и многие другие роботы мчатся колонизировать Марс. Тысячелетиями здесь жили марсиане, которыми правил бессмертный Авраам Линкольн. Однако же купола появятся здесь лишь с прибытием роботов МО. В 15 эпизоде седьмого сезона мы видим еще не столь старого, но уже пожилого ученого, который, как выяснилось лишь теперь, прощался с Бима перед тем, как отправить его на Марс. Я тоже буду по тебе скучать, Бима. И на заднем же плане можно увидеть чертежи той самой марсианской колонии, которая будет воплощена в жизнь в течение каких-то 10 лет, судя по возрасту Фина в этом спешле. Именно МО преобразил Марс. Но это еще не все. Весьма ключевую роль в этом эпизоде играет таинственный мистер М, чье лицо сокрыто за шлемом. Но к концу серии так и не раскрывается, кто же он и откуда взялся. Он не член экипажа Хьюга, не местный, и при этом не эльф, в которых превратились все люди. Это видно по его ногам, когда мужчина решил снять ботинки. Но если же вы внимательно смотрели «Время приключений» и до сих пор помните все подробности, вы, несомненно, узнаете в этом персонаже Мартина Мертенса, настоящего отца Фина. На это указывает абсолютно все. Мистер М собирает у себя в кабинете всевозможную технику, которая только попадется ему под руку. Прям как Мартин. Он играет на ставке, при этом обманывая ребенка ради собственной выгоды. За подобное как раз таки Мартина однажды отправляли на нары. Себя он подвергать опасности не станет и заставит кого-то другого сделать всю работу за него. Более того, он готов разрушить всю станцию и пожертвовать чужими жизнями ради того, чтобы самому отсюда свалить. И Мартин тоже не единожды так уже поступал. Тоже телосложение, такие же ноги и один цвет кожи, тот же голос. Их обоих озвучивает один актер, Стивен Рут. И даже говорит он теми же фразочками. Мистер М это Мартин Мертенс, без сомнения. И таким образом закрывается финальный кусочек пазла из жизни Ассофина. Вот чем он занимался после того, как покинул острова. То есть злополучной ночью он обещал вернуться с Афином, но так этого и не сделал. А ведь несмотря на все хитрости и безответственность Мартина, казалось, что он действительно любит и жену, и сына. Как-никак прожил с ними целый год, работая самым обычным парикмахером, не прибегая более никаким схемам, ни к уловкам. Он в самом деле пытался спасти Фина. Так почему же он не то что искать его не стал, но и вовсе не хочет иметь с ним дел? В эпизоде Мин и Мартин Минерва сообщает Мертенсу о том, что у него уже есть некие психологические проблемы. В остальном остались только проблемы с головой. Видимо, поэтому он столь эгоистичен и вечно лукавит. Но во время борьбы с Колоссом в конце эпизода из-за взрыва Мартин сильно повредил голову. Согласно официальным промо-артам Сэма Элдена, которые должны были войти в эпизод, отец Фина получил довольно серьезную травму, которая, скорее всего, привела и к частичной потере памяти и усугублению уже имеющихся психологических проблем. До этого Мартин лишь обманывал, мошенничал по-мелкому и старался избегать тюрьмы. Сейчас же он готов на любые подлости и жертвы ради собственной выгоды. Он стал буквально помешан на технологиях и побегах. Вспомните, когда бы он не появился, он вечно пытался сбежать. Откуда и куда не столь важно, хорошо там или плохо, Мартинам вечно что-то движет. После победы над Колоссом он очутился на пиратском корабле. Но всего за каких-то два года Мартин каким-то образом сумеет отправиться в космос и потерпеть крушение на этой столь далекой от Земли космической станции, куда вообще фиг попадешь. Но Мартин, как обычно, не растерялся. Быстренько захапал себе руководящую должность и продолжил копить у себя в кабинете технику, ожидая, когда же он насюда сможет свалить. Но что самое интересное, со слов Хьюго, именно мистер М придумал и собрал всех Хьюгоматы. Увлечения Мартина технологиями даром не прошли, и он весьма умел осуме упрямить свои знания в сложившейся ситуации. Однако же весьма велика вероятность того, что он собрал Хьюгоматы из подобных Бима роботов, чьи детали кучи валяются на помойке. На это намекает сразу несколько вещей. Во-первых, Бима признал в Хьюгомате собрата. Привет, кузен! Малышу знакома песня, которую напевал Сидео. Кажется, я знаю эту песню. И говорят Хьюгоматы разными голосами, словно были собраны из нескольких различных моделей. Ваши... Спортивные энергетики! Готовы. Скорее всего, после побега с островов, Мартин некоторое время проработал в корпорации МОА, откуда и угнал ракету, прихватив с собой особо интересные экземпляры робота. И с тех пор дрейфует по космосу, сбегая то туда, то оттуда. Помимо же этих спешлов, существуют еще и официальные комиксы по времени приключений. Там новые истории, которые дополняют события сериала и еще больше раскрывают главных героев. Например, в первых томах Избранного рассказывают как раз-таки о полетах Бубульгум в космос, о гастролях Марселина и детективном расследовании Мятного Лакея. Самые интересные детали, которым так мало времени уделили в сериале. Недавно вышел еще и третий том Избранного, в котором среди множества историй вас ждет даже кроссовер времени приключений с обычным мультиком. Также есть еще и два тома полного издания, в котором просто полно новых приключений Финна и Джейка. Приобрести все эти истории вы можете в магазине 28-й со скидкой в 10% по промокоду Soda. Также и ищите эти книги в интернет-магазине Лабиринт. Ссылочки в описании. В конце же спешла про Бима, хоть и мимолетом, мы впервые можем ульцезреть преображение Земли во времена Грибной войны. Давным-давно еще эпизод «Финн-человек» подтвердил, что Землю и его причудливые обитатели были зарождены в результате взрыва ядерных бомб. Однако же в проекции CGO о произошедших событиях мы видим, что помимо бомб, часть планеты была разрушена неким электрическим шаром. Конкретно данное оружие привело к тому, что Земля в этой вселенной приобрела столь необычную форму надкусанного яблока. А вовремя улепетывающие с Земли людишки в очередной раз доказывают вину человеческой расы в произошедших событиях. Спешл про Бонни и Марси же демонстрируют нам Землю буквально в первые годы после случившейся катастрофы. И еще до встречи Марселин с Саймоном. После взрыва все было разрушено и покрылось поверх землей и песком в ранее витавшем воздухе. Сумевшие уцелеть после взрыва люди пытались добыть провизию, но судя по надписям на заправке, еды всем не хватало. Мать Марселин пыталась забраться с дочерью до бункера, надеясь на то, что там ей станет легче. Но, увы, ей этого сделать не удается. Элиза умирает от радиационного отравления, последствий ядерного взрыва. Такая судьба постигла большую часть населения планеты. Война, взрывы, отравление, голод и обезвоживание. Выжить удалось лишь тем, кто находился в наиболее отдаленной от взрыва в точке Земли. И, как мы видим в спешле, даже бомбоубежище не смогло уберечь людей от гибели. Добравшись до бункера, Марселина обнаружила там лишь уже разложившиеся трупы. В конце же спешла перед нами предстает повзрослевший лет на 20 финн, и при этом нисколечки не постаревший Саймон. Это говорит нам о том, что желание Бетти в финале «Времени приключений» не просто уберегло от гибели жителей земелью, но и даровало Саймону вечную жизнь. Желаю, чтобы сила берегла Саймона. Столь двухсмысленное желание возымело мощнейший эффект, повлиявший одновременно на многие аспекты жизни главных героев. И обретенное Саймоном бессмертие – это одно из его последствий. Финн же остался самым обычным человеком. Он никогда не грезил о бессмертии или волшебных сверхспособностях. Ему было достаточно приключений бок о бок с его лучшим другом – Джейком, который, к сожалению, на момент событий Обсидиана уже был мертв. Это понятно по татуировке Финна, который создатели недвусмысленно намекают на гибель пса. И мы даже знаем, как умер Джейк. Его смерть была предсказана еще в далеком третьем сезоне, и я даже рассказывал вам о ней два года назад. В эпизоде «Новые рубежи» этому пёсику приснилось, что он, витая в космосе, задыхается от недостатка кислорода. И в этот сон влетела космическая сова, тем самым ознаменовывая его вещем. Это таинственное существо воплощает сны в реальность. И если ночью она залетит в ваш сон, однажды он обязательно сбудется. Уже дважды за сериал это предсказание было близко к осуществлению. Джейк на краю гибели, рядом парит ракета, а недалеко от нее и банана чел. Однако же одна деталь вечно мешала воплощению вещево сна в жизнь – Финн. Во время смерти Джейка его не будет рядом. И дабы этого никогда не произошло, парнишка обообещал другу всегда быть возле него. Но, увы, от судьбы не уйдешь. Рано или поздно это должно было произойти. И, к слову, это не первая смерть Джейка, а уже как минимум третья по счету. В эпизоде «Призрачная муха» специальным приемом Джейка убивает Бима ради того, чтобы пёс сумел очутиться в так называемом низшем уровне мира мертвых. Реальности, которая находится на грани между миром живых и мертвых. Неизвестно, каков номер этого мира. Однако же сюда попадают души, у которых при жизни остались незавершенные дела. Здесь побывали и все знакомые нам духи из прошлых серий. И муха, которой не удалось доесть суп из-за главных героев. И сам Джейк, который не успел дорассказать Бима анекдот, когда тот его стукнул. Но благо чудом в этот раз пса удалось спасти с того света. Однако это было нечто наподобие комы. А в эпизоде «Сыновья Марса» же Джейк буквально умер. Без ком и каких-то уловок. Его казнили за преступление колдуна. И он был направлен в 37-й мир мертвых. Здесь сплошная темень и мрак. На горизонте одни лишь камни и стрёмные скелеты. Оказавшись здесь, Джейк навеки уснул. По всей видимости, не имея шанса на перерождение. За все те гадости, которые совершил колдун. Но узнав о том, что он предал смерти невинного пса, король Марса спустился в мир мертвых и вернул Джейка к жизни. Взамен даровав смерти свое бессмертие. Именно сюда изначально и был направлен Финн. 37-й мир мертвых? Не самое приятное место, скажу я вам. Скорее всего, Лич в теле новой смерти нарочно отправился до Фина, дабы мальчик в очередной раз не помешал ему уничтожить все живое. 37-й мир мертвых. Если это в действительности мир, жителям которого и реинкарнация не светит, та реальность, в которой умерших ждет лишь вечный сон, Финн более никогда не смог бы противостоять Личу. Ни в виде кометы, ни в виде парнишки, ни в виде будущей формы. Если бы мальчик спокойно пошел с мистером Лисом, без Гаудежаев и Крутасов, погиб бы и он, и весь мир мертвых, а затем и живых. Лич бы с легкостью победил. Под уздами его правления все полетело к чертям. На прибывшие упокойные души накидываются паразиты, которые не позволяют им даже до врат дойти. А в худший из худших миров мертвых, чистый эквивалент ада, незаслуженно отправляются все подряд. Тот же Риф Могусь, пускай и мошенник, но вечных страданий, думаю, не заслуживает. Лич успел даже напрочь уничтожить 45-й мир и планировал прекратить реинкарнацию. Но внешне мир мертвых все такой же, как и раньше. Ни на капельку не изменился с прошлого раза, как тут бывали Финн и Джейк в эпизоде «Смерть в расцвете». Та же стандартная процедура, страж врат и пепельные холмы. Но стоит отметить и одну значительную разницу. В прошлый раз главные герои прошли через портал, потому оказались сразу неподалеку от врат. В данном же случае мы видим, как все погибшие наряду с Финном заходят в мир мертвых из черного нечто. Войти во тьму невозможно, оттуда лишь продолжают выходить души умерших существ. Это так называемый мир Голба, реальность, состоящая исключительно из тьмы, которую вы пролетаете в омен гибели, прежде чем вас направят в загробный мир. Именно поэтому в шестнадцатой серии пятого сезона Финн, прожив целую жизнь в подушкаляндии, после смерти пролетает Голба, прежде чем вновь проснуться в своем теле. И выйдя из этой тьмы, умерший направляется ко вратам. Оказавшись здесь, первым делом Финн бросается искать Джейка. И из всех своих форм, прошлых жизней и возрастов он выбирает тело знакомого нам парнишки, со словами «Так меня узнают». Он выбрал тот образ, в котором его запомнил Джейк. Тот возраст, в котором лучший друг видел его в последний раз, дабы он сразу смог его узнать. К слову, среди многочисленных форм Джейка нет того старого пса, которого мы видели в поезде подземелий. И это еще раз подтверждает тот факт, что Джейк умер до того, как Финну стукнуло 30 лет. В поисках друга мальчик начинает хлопать в ладоши. Ведь много лет назад Финн и Джейк договорились здесь найти друг друга по этим хлопкам. Когда мы очнемся в царстве мертвых, пообещай, что будешь прислушиваться к этому звуку. Ведь загробный мир огромен, и так им будет проще встретиться. Однако же Джейк в 50-м мире мертвых, куда можно попасть только если ты этого не хочешь. Тут оказываются существа, достигшие дзена, высшей точки просветления. Они спокойны, не боятся гибели и просто наслаждаются бытием, как при жизни, так и после смерти. Здесь же и банановый страж Бущи, достигший дзена случайно из-за каких-то своих проблем с головой. Тут оказались принцессы Клэренс из 24 серии 3 сезона. Эти двое просто любили друг друга. Им было плевать на жизнь и причины их смерти, им просто хотелось быть вместе. И стоило им воссоединиться, более ничего вокруг они не замечали. Вместе они тоже достигли дзена. Но несмотря на просветление и абсолютное духовное спокойствие в 50-м мире, Джейк решил продолжить это путешествие с Финном, которое длится уже на протяжении многих тысячелетий. Да, все верно, эти двое вместе не впервые. В начале данного эпизода нам объясняют принцип работы мира мертвых. Прибывшее сюда существо может принять абсолютно любую свою форму, включая даже свои прошлые жизни. Нам наглядно показывают, как Финн перевоплощается в Шока, непонятную кучу, бабочку и комету. И в середине эпизода Джейк перевоплощается в Тигра Шока, лучшего друга девочки, коей в прошлой жизни был Финн. И потому конец этого эпизода, когда главный герой бросается навстречу приключениям в новом обличии, недвусмысленно намекает нам на то, что Бет и Шерми – это в действительности будущие реинкарнации Фина и Джейка через тысячу лет. Но самое интересное в этом эпизоде – тот факт, что Мятный Лакей стал правителем Конфетного Королевства. Это показано так, мимолетом, чтобы никто не заметил, но это факт. Скорее всего, принцесса Бобульгум отошла от дел, живет себе спокойно с Марси подальше ото всех. Образды правления передала Мятному Лакею, своему главному помощнику. На нем теперь корона принцессы Бобульгум. Комната Бони полна демонических книг, кокольных символов, черепов и костей. Здесь даже око Саурона, и само королевство приобрело совершенно иной вид. Верхушки башен в виде шляп колдунов, какие-то сферы, глаза, звезды и треугольники повсюду. Вокруг замка сплошные леденцы, подобие Мятного Лакея. И гораздо больше Конфетному Королевству ныне подходит название Город Колдунов. И именно так называется следующий финальный спешл времени приключений Далекие Земли. И на мой взгляд, он самый важный. Первый эпизод рассказал нам предысторию Землю, о грибной войне, постройке марсианской колонии и раскрыл прошлое Мартина. Второй эпизод показал нам последствия грибной войны. Третий же эпизод подробнее рассказал нам о таинственном мире мертвых, подтвердил реинкарнацию Фина и Джейка и окончательно завершил их историю. Четвертый же эпизод, на мой взгляд, должен раскрыть нам будущее Землю. Наконец, показать нам, что же привело к таким глобальным изменениям через тысячу лет. Связать эпоху Фина и Джейка с эпохой Шерми и Бет. Мятный Лакея – один из самых таинственных персонажей времени приключений. Он дружил со смертью, хорошо общаясь со Схансоном Абадиром и шантажирует демонов. Ныне же он правитель могущественнейшего королевства Землю, и имея такую власть, он может возыметь сильнейшее влияние на этот мир. Почему все города в будущем вновь будут разрушены? По какой причине весь конфетный народ и сыплен, а миром теперь правят потомки нашего пса в скафандрах? Мы узнали, как же закончились приключения Фина и Джейка. Теперь же узнаем, как завершится история знакомых нам Землю. А если бы вы хотели еще видео с подробным разбором времени приключений, давайте наберем на этом ролике 35 тысяч лайков. Поговорим подробнее о Личе, Саймоне, Мятном Лакее, будущем Землею. Мне безумно нравится эта вселенная, и я бы хотел делать больше видео по этому мультику. Если вы тоже этого хотите, давайте наберем 35 тысяч лайков. А на этом сегодня все. С вами был Содерлинг. Спасибо за просмотр и пока.